Привет, господа пчеловоды! Сегодня 21 декабря. В Швеции готовится к Рождеству Христова, и это очень великий праздник. Он намного круче, чем Новый год. Реально заметно движение. Но с сегодняшнего дня Швеция приостановила, во-первых, полеты, во-вторых, те, кто могут работать из дома на компьютерах, значит, они остаются дома. И, короче, как можно больше народу должно сидеть дома, потому что сегодня очень большой процент того, что люди заболели. И придумали прививку для детей 5 лет, для 5-летних. И купили на следующий год. На следующий год они заказали вакцину из Америки, которая противостоит всем болезням. Ну, это так примерно, я точно-то не знаю, как все это. Эта обстановка такая у нас в Швеции. Лучше не становится, поэтому третью прививку, мне через полгода надо будет делать третью прививку, поэтому у меня еще есть время. Сейчас я хочу поговорить в прошлом ролике, когда вы мне писали про ОС, и один комментарий мне интересный стал, и мне хочется поразговаривать об этом. Значит, о слетах П.С. Это сокращенно пчелосемья. Есть пчеловоды, которые спрашивают, что такое П.С. Это пчелосемья. Много говорят. Все делают предположения. В моем случае П.С. пчелосемья воровали, сманивали. Вот это вот для меня вообще, это окно в Европу. Мне просто это интересно. Может быть, кто-то, может быть, знает кто-то больше об этом. И мне просто интересно, так как, сейчас я объясню, я дочитаю и объясню, почему мне это интересно. Мне даже сказали однажды, знающие люди, что слово «сманивать» применимо только к пчелам. Сманивают вместе с маткой в безвзяточный период. Вот это очень важно. В безвзяточный период можно сманить пчел вместе с маткой. Для меня это окно в Европу, и поэтому я дальше читаю. П.С. наблюдал за пчелами, вычислял воров, ловил за руку. Пчелосемьи продают за один литр меда. Пчеловоду. За один литр меда. Вот отсюда начинается кухня. Лично у меня взрыв в башке происходит. За один литр меда. Значит, один написал, что это бизнес. Значит, пчеловод, который этим занимается, но он пишет здесь, пчеловод-инфо. Это, наверное, по-русски это вор, наверное, я так думаю. Пчеловод-инфо написал, что это бизнес. Понимая, что есть и другие причины. Но это он имеет в виду, есть другие причины, наверное, относительно пчел. К примеру, когда слабая П.С., слабая семья, и на нее напали мураши. И происходит слет. Вот начну с конца, чтобы было для меня более понятно. Значит, мураши у нас в Швеции, они активны до, примерно до середины июня. А потом они уже, так как трава очень большая становится, они там остаются в своих муравейниках, и там в радиусе метра, там вьюжат. Сюда уже 3-5 метров они не могут идти. Это во-первых. Во-вторых, у меня пчелы съедали пчел. Не в том прямом смысле съедали, а вот грабили пчел. И нападали на них с такой войной, что семья на одной рамке, они ее заклевали до смерти. Осталась только маточка. В течение двух недель они замучили пчел. А происходит там такая кухня, они лезут вовнутрь, пчелы пытаются их вытащить. А на пчелу заходит еще вторая, третий мураш. И бедная пчела уже хочет от них уйти, но они ее сковывают и начинают на улицу. И таким по одной пчеле вытаскивают, и семья. Но это слабые отводки, это очень слабые отводки. И их, можно так сказать, может быть так, что мураши разбомбили семейку. У меня такой случай был, я с этим встречался, и это заметили шведы. Лично у меня они приходили, смотрели эту кухню, им это было интересно. Было им интересно мне, за какой период смогут они это сделать. За две недели разбомбили одну рамку с пчелой. Там было всего три рамки, на одной рамке они сидели. Не полная рамка, а пол рамки пчелы. И где-то 50% пчелы было. А во всем другом, пчелы, чем быстрее раздувается семья, им по барабану мураши, мураши наверху, вот у меня под шапкой, они там целые муравейники строят, так как я очень редко прихожу на пасеку. В течение месяца я туда не заглядываю. Некоторым семьям я не заглядываю месяц. Я прихожу только мед забирать. И вижу, что мураши беспредельничают, но времени нет их убирать. Я пытаюсь там, где они поднимаются, эти места солидола мазать. Но они находят другие ходы, выходы, и все равно в течение недели они не посещают, а потом с двойной силой начинают посещать, и наверху под шапкой муравейники растут. И поэтому сказать, что мураши прямо уж так беспредельничают, что семью забить, такого ни разу не было, потому что семьи растут с утроенной силой. А мураши такого калитик, какой бы ни был муравейник наверху, но он не может сравниться с семьей. Так что вот по муравьям, слет от муравьев, это еще одна история, которая никак не может быть в действительности. И ни осы, ни муравьи в помощь с летом никак не может быть. И поэтому вот теперь вот к этой теме то, что можно переманить пчелу к себе. Вот это почему взрыв в башке, потому что за один литр меда. Вот тут очень глубокая наука начинает копаться. Она интересная. Экономика, вот это денежки, то что называется, она сама себя не оправдывает в моем понимании. Я объясню почему. Один литр меда, один литр меда, это стоит ничего. Вот даже по нашим ценам, пускай у нас один литр меда стоит 150 крон. А один килограмм сахара стоит 8 крон. Один килограмм сахара 8 крон. А литр стоит 150 крон. Это в 150 раз больше. Теперь другая кухня начинается. Чтобы мне переманить эту семью к себе, к чью-то семью, я должен, я знаю, я много видел российское пчеловодство, что в отдельной уле начинается ставить баночка, и туда каждое утро ты подливаешь сиропчик. И якобы те пчелы, которые где-то найдут этот сиропчик, и каждый день начнут приходить, с каждым днем все больше, больше, больше. И вот эту технологию на российском пчеловодстве, я ее слышал, но на самом деле там кто-то что-то недоговаривает. Потому что я вам показываю, в каких дозах я кормлю свои по 70-80 литров. У меня берут большие мощные семьи в течение недели. 70-80 литров сиропа. Это не хихи. Если кому-то интересно, вы можете вот даже ролик этого года посмотреть. 50, ролик называется 50 литров и кормим по новой. Это эти семьи, которые взяли 50 литров в течение недели. Я еще им давал 30 литров. И я знаю точно, о чем думает пчела, когда начинает работать с сиропом. Я знаю точно, что у пчелы очень сильное обоняние. Что я, именно поэтому я вам говорю, когда вы приходите на пасеку, уже ваши пчелы, они знают вас по запаху. У пчел очень сильное обоняние. Они чувствуют вас, они чувствуют другого человека, они чувствуют собаку. Все что угодно, они все чувствуют. Вот на каком расстоянии, я не знаю. Об этом много рассказывал Кашковский. Но я вот на эту тему не застрял внимания. Но я знаю точно, что если у вас в руках будет мороженое или еще что-нибудь, вы зашли на пасеку и по ней прошлись. Вдоль пасеки пройдетесь с мороженым. То через 2-3 минуты начинается буч. Начинается напад. Начнется напад. Это спровоцирует. А все элементарно просто. Ваш запах за вами идет клубнями. Его очень мало. Но этого достаточно, чтобы пчела его учувствовала. И вот по мере, как вы прошли, через 2-3 минуты сзади вас начинается лед. Сразу, мгновенный лед. А через 5 минут уже стоит ворох пчел. Но это Скандинавия. Может быть в России другие пчелы, другие погоды, спорить не буду. В Ташкенте я такого не наблюдал. В Ташкенте жару так сушат, что я не знаю там, и сахаром никто не занимался в течение лета. И в течение весны, и в течение лета, и в течение осени. Там только в зиму сахаром занимаешься. Здесь, по своим погодным условиям, ты можешь заниматься весной. Иногда ты обязан этим заниматься в июле. А основная кормежка это август. И поэтому, как только появился запах сиропа, это мгновенно провоцирует местных пчел. Не говоря о том пчеловоде, который ставит... Поэтому, для того, чтобы приманить эту семью, вот допустим, пусть мои все пчелы отдыхают, и они ничего не чувствуют. Я поставил... Вот я поставил, там надо, ну сколько, 200-300 грамм, да? И жду пчелу. И вот оттуда прилетает пчела. Взяла, полетела своим, сказала, через минуты-две прилетает уже 100. А еще через 5 минут прилетает тысяча. А еще через 10 минут, но 10 минут такого нету. Потому что вот эти 100, твои 200 грамм, забрали через минуту. Это вот такая кухня у меня с пчелами. Я эту арифметику знаю наизусть. Поэтому сегодня... А мои... Про своих пчел я вообще не говорю. Они ничего не чувствуют. Они там сидят в своих литках. Никто. Вот чужие прилетают. Я речь веду только о чужих. Сегодня 200 грамм, завтра 200 грамм. Завтра на 200 грамм прилетит 10 тысяч сразу. На твои 200 грамм прилетит 200... И короче, чтобы целую семью к себе загнать, пускай даже 3 рамки. Вот пускай 3 полных рамки пчелы. Арифметику на 3 рамки сказать не могу. Но... Чтобы заставить 3 рамки к себе прилететь, это надо неделю по 200 грамм каждый день давать. И может быть к тебе 3 рамки, пускай даже может быть 5 залетят. Вот я говорю о 3. Потом значит их, этих пчел, закрывают. Так как уже вот в тот момент, как ты поставил, некоторые говорят, якобы это утром надо делать. Некоторые говорят, что это вечером надо делать. А кто-то просто это делает. Поэтому, вот 3 рамки собралось у тебя в уле, ты все дырочки заткнул, на ночь их оставил или уносишь в подвал. Утром, вернее, когда в подвал уносишь, ты туда бросаешь матку, ты свою матку должен где-то найти и им дать. И, так как они обездолены, в подвале, мгновенно, через 5 минут в подвале они уже обездолены. Туда матку ложишь, утром выносишь, это твоя семья. Но ты свою матку положил. И теперь, вот где идет перекос. Вот все пчеловоды с опытом уже в моем рассказе сразу почувствуют перекос. Я его сразу вам скажу, чтобы долго не тянуть. перекос в том, что как ты только 200 грамм поставил, лично твои пчелы через 5 минут этого сиропа нету. И еще геморрой. Геморрой такой, что переполох на пасеке. Они начинают бомбить малышей. Могут спровоцировать. Ведь ты же говоришь, что это в момент, когда нету взятка. Там такие быки летают с красными глазами, а у всех маточек даже уже и стринги потерялись. Их не будет, этих стрингов и труселей не будет. У всех маточек все подпадает, потому что безвзяточный момент матки практически вот безвзяточность она приходит ведь с жарой. Это когда сухо и жарко. Нектар горит. Нектар есть, он горит, его нету, это во-первых. И во-вторых, само растение нектар не дает. Там, если слушать Кашковского, там столько проблем, почему получается нету взятка. по своей проде. Почему это получается, это долго рассказывать. Но, вот фишка в том, что когда нету взятка, вы не сможете заниматься вот этой кухней. Потому что, как только 200 грамм налили, ваши пчелы вам создают проблемы. Вы не дождетесь тех пчел, которые должны прийти со стороны. Потому что сегодня вы этим займитесь, а завтра уже ты 200 грамм еще не нальешь. Ты только на машине подъедешь к пасеке и сразу вокруг машины пчелы и тебя ждут. Ты выходишь и они сразу вот так подлетают и вот так начинают. Вот так. Это Скандинавия. Пчелы вот такие. Может быть в России другие пчелы, другие погоды. поэтому твой вот этот комментарий мне голову вскружил и я думаю блин, ну неужели где-то вот эту науку кто-то как-то может приспособиться. Поэтому господа пчеловоды я вижу, что в России много так же как в Узбекистане голь на выдумку умна, что может быть есть другие науки. Вот наука Кашковского там есть такие четкие правила, когда нету взятка безвзяточность, когда есть взяток и что можно делать и когда с матками как поступать и как себя ведут матки когда нету взятки и как себя ведут матки когда ездят. В науке Кашковского мы еще не успели подумать, а оно уже есть. Это наука Советского Союза. Там отработано столько всего, что очень много пчеловодов, которые сегодня по каким-то причинам говорят, что в книге это не написано. Вы просто не читали эту книгу. А эта книга Советского Союза Кашковский это как раз наша одногодка только мне-то уже 150 лет, а Кашковскому 1000. Поэтому мы пчеловоды моего возраста игнорируя Кашковского думаем, что мы умнее науки Советского Союза. А там уже столько отрепетировано с пчелами, что не успеешь дыхнуть, а уже есть ответ. Так что я извиняюсь, может быть я опять глупости какие-то сказал, но я хочу подметить свой опыт в этом плане, что у меня нету пчелу, я все повадки кто на что реагирует, как реагирует, что с этим делать, и вот так, и так, и так, и так, с пчелой я очень хорошо все понимаю, у меня нету варианта как можно стырить пчел, потому что еще раз повторяю, я могу придумать технологию, что во время спокойного взятка, не такого бурного и не в беззяточном, вот бывает же такой на полусогнутых так скажем взяточек на полусогнутых когда ты плюс это как раз август месяц, август сентябрь, когда ты это наша Скандинавия, я говорю о себе и это средняя полоса России это и к ним может быть это же самое потому что я вот смотрю по погоде у нас практически одинаковая средняя полоса России и мы Скандинавы вот в этот момент я могу придумать, чтобы приманить к себе пчел но это с таким большим риском опять-таки это по деньгам это деньги это мне надо потратить мое время чтобы сделать этот сироп привезти его на пасеку каждый день наливать это для меня это очень дорого для меня это очень дорого если я сманю этих пчел то это будет дорогое удовольствие осенью у меня август месяц 3 4 5 этажей пчелы а мне нужно в зиму отправить только один 3 этажа пчелы я должен что-то с ней придумать и я вам показываю что я думаю по этому поводу вся моя наука считайте деньги и делайте ничего поэтому спасибо тебе что ты написал эту интересную интересную забаву но хотелось бы услышать мнение пчеловоды может быть кто-то знает больше и я может быть может быть я не заметил какую-то другую науку она так пролетела что как метеорит и я даже не успел ее почувствовать поэтому если кто-то что-то об этом знает напишите еще поразговариваем все-таки что во рту не потело будет приятно пообщаться так что пока-пока всем привет привет